Ну что, мои хорошие, всем привет! Сегодня будет видео разговор по душам. Есть повод... Так, по-моему, заляпанная камера. Сейчас я вас протру, чтобы вы меня хорошо видели, дети мои. В общем, поздравляйте меня! Я взяла ипотеку. Мечта сбылась. Конечно, я не мечтала об ипотеке, я мечтала о квартире, но так получилось, что в последнее время я поняла, что без ипотеки никуда и не туда, и не туда и не сюда, и никуда и не туда. Вот. Но вопрос с ипотекой, он тоже достаточно сложный в том смысле, что... В общем, сложный вопрос, и я рассчитывала на то, что мне дадут ипотеку по двум документам. Вот. И... так как я официально не замужем, у меня маленький ребенок, три года, я думала, что все эти факторы могут повлиять на то, что тебе не дадут ипотеку, да? Вот. И, конечно, с ипотекой был такой момент, что я просто, ну, реально переживала, что ее просто мне не дадут. Но сейчас, видимо, условия для людей становятся все больше, все лучше, и я, в общем, решила рискнуть. Но, конечно же, я делала ставки. Делала ставки на свой банк, которым я уже более 10 лет постоянным клиентом являюсь. Это Альфа-банк. Альфа-банк... Я, когда приехала только в Москву, у меня не было еще никаких карточек, я сделала себе карточку Альфа-банка, и, в принципе, за все время пользования Альфа-банком ни разу не пожалела, что у меня есть карточка этого банка. Вот. Очень много удобств. Одно то, что к одной карте, да, и к одному мобильному там банку, да, или вот банку, интернет-банку, да, можно привязать кучу разных счетов. То есть текущий счет, долларовый, рублевый, евро, потом счет накопительный, тоже во всех трех валютах, еще какой-нибудь накопительный, там, тысяча накопительных вариантов, потом кредитный, там, зарплатный, короче, куча всего, и все это на одной карточке, понимаете? То есть вы заходите в свое приложение, все видите. Допустим, в других банках, всем нам известно, да, такого нету, и еще более сложности именно с валютными какими-то счетами. Плюс, как бы, оплата, зарплата приходит мне на Альфа-банк, и я в надежде на то, что банк просто посмотрит, что есть у человека доходы, да, и что я уже давно их клиентом являюсь, то одобрит мне ипотеку. Но, конечно же, немаловажное имеет первый взнос. Я сделала первый взнос, и в Альфа-банке как раз, не знаю, как сейчас, ну, наверное, сейчас так и есть, первый взнос по двум документам, то есть это СНИЛС и паспорт, тебе дают ипотеку. Вот, причем под очень хорошие проценты. Я взяла ипотеку под 9,49. 9,49. Буквально недавно я узнавала, что в других банках давали такой процент ипотеки, только если у вас там, я не знаю, собрать все-все-все справки и еще там, и еще какой-то льгот, и еще какую-то льготную справку, и тогда вам дадут под 9,49. Вот, у меня, да, небольшой процент. Это очень хорошо. Мне хорошо видно, интересно. А, у меня вообще на минимум, и слышно, стояло все. О, нормуль. Так, и наконец-таки побегала я, побегала, и все, оформили ипотеку. Я безумно радовалась, когда мне ее одобрили. В Альфа-банке это все делается быстро. Я пришла в банк, мне оформили сначала предварительное одобрение за одну минуту, то есть по двум документам, да, и потом в течение следующего дня, буквально, там уже одобрение за два дня, мне позвонили, сказали, вам одобрили. Даже одобрили чуть-чуть больше сумму. Вот, но сначала я очень сильно хотела чуть-чуть больше, думаю, да, надо по максимуму использовать все это дело. Но, к сожалению, пространство начало говорить мне, что нет, 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 не надо брать больше, вот здесь мы тебе не дадим, вот здесь мы тебе откажем. И в итоге я взяла квартиру, которую, в общем, смотрела там, можно сказать, ранее. Вот. И, в принципе, сейчас я только понимаю, что действительно оно все делалось к лучшему. Я использовала именно то, что и планировала. Что теперь по ставкам, да, по всем этим вещам? Как и во всех банках, вот чем мне нравятся Альфа-банки, я, в принципе, вот ничего до конца не знала, только уже на подписании кредитного договора мне рассказали о всех конкретных условиях, да. И, в принципе, я ими довольна. Во-первых, то, что мне не нужно для досрочного погашения ходить в банк специально, писать от руки специальные заявления на досрочное погашение, я все это могу сделать через свой Альфа-клик. Второй момент, что я вижу все это наглядно, конечно, во многих банках, наверное, уже так и можно, да, все видеть наглядно, сколько ты заплатил, сколько тела кредита, сколько процента ты заплатил, сколько осталось, когда платеж, все дела. Я думаю, что в век интернета уже, наверное, везде все это есть, все прозрачно. Я могу вообще досрочно погашать, нет никаких сроков, то есть я могу досрочно погасить хоть через год все. И получается, что переплата, естественно, у меня будет совершенно другая, то есть я буду проценты платить только за то время пользования этой ипотекой. Если я через год или через завтра захочу заплатить свою ипотеку, то есть из процентов я заплачу только те месяцы, которые вот я пользовалась ипотекой. То есть переплаты вообще практически никакой не будет. Это меня очень порадовало, потому что я рассчитываю на то, чтобы погасить ее досрочно. Естественно, как и во всех банках, сначала идет оплата вперед больше процентов, маленький процент идет на погашение долга, я тоже к этому была готова. Здесь во всем главное информация, и чтобы ты была ко всему готова. Да, у меня платеж 27 тысяч идет в месяц, 27 300, и из них, например, 21 тысячу это я погашаю процент, а все остальное, там 5-6 тысяч, это идет в тело кредита. В тело кредита. Если я вдруг захочу внести какую-то сумму сверх, то я просто там за 2-3 дня пишу онлайн это заявление и вношу на вот этот счет просто больше суммы. Пишу, какая сумма именно на погашение, когда срочно идет. Мне кажется, это все очень удобно, и плюс я могу выбрать, что выбрать мне, чтобы у меня в случае того, что я погашаю заранее, уменьшался срок платежа или уменьшались оплаты в месячные. То есть я, например, 27 плачу, а если я буду досрочно погашать, то я буду там 25-20 платить, но срок останется тот же. Я взяла на 16 лет ипотеку. Я хотела на 15, мне на 16 вот одобрили, но я не сопротивлялась годом раньше, годом позже. Ну и либо я могу выбрать, чтобы сумма платежа месячного оставалась у меня одна и та же, причем день я выбрала, то есть дату выбрала, там можно было выбрать либо 10-го, либо 20-го числа. Вот, я выбрала дату, которая мне подходит, и можно выбирать еще, то есть чтобы сокращались дни, то есть сумма остается та же, а сокращаются дни, то есть там 15 лет, да, я досрочно погашаю, у меня на 14 лет уже, ну я планирую именно погашать года, потому что мне хочется быстрее, чтобы это закончилось, да, то есть сумма у меня вполне себе подъемная, она меня никак не пугает, не смущает, потому что я за свою съемную квартиру плачу 25 тысяч, а буду платить за свою ипотеку 27, то есть для меня эта сумма вообще не страшная, более того, я даже думала снимать квартиру там подороже, чтобы условия, может, получше были, а получается, что буду платить уже за свою с большими условиями. Квартиру, немножко о квартире скажу, купила я квартиру именно в том месте, где и хотела, у меня новостройка, сдача будет в декабре, в конце декабря этого года, то есть я свой план, план выполнила, если вы знаете, я каждый год снимаю свои планы, мечты, и вот если вы посмотрите, то в позапрошлом году у меня не получилось купить квартиру, а в этом году все-таки получилось, и просто мечты сбываются, я на самом деле очень горжусь тобой, потому что это не просто в наше время, и кажется, что очень страшно брать ипотеку, я реально, ну как бы, немножко даже не верю, не верю еще, что это все-таки произошло, и что это произошло так легко, быстро и непринужденно, и вообще без проблем и геморроя, я до сих пор в шоке небольшом нахожусь, и в принципе меня эта ипотека не страшит, иногда страшно, ааа, ипотека, кредит, такая долговая яма, но мне кажется, что если человек сам в себе уверен, что у него будут огромные деньги, он к ним идет, если их там сейчас нету огромных, то они будут огромные, то есть да, и сейчас человек особо как бы зарабатывает и видит огромную перспективу в себе, и сейчас как бы не бедствует, то я не считаю, что это какие-то большие вообще деньги, чтобы реально так переживать, мне кажется нет, тем более существуют страховки, страховка жилья, страховка жизни, то есть я больше всего переживаю за то, что страховка жизни, чтобы ни на кого мой долг не повис, для этого существует страховка, я с удовольствием страхуюсь, чтобы мои близкие и я были спокойны, на свои силы я рассчитываю, я думаю, ну как бы я уверена, что я со всем справлюсь, только бы здоровье, вот, чтобы все было. А, квартира, квартира, ну я по квартире скажу еще больше, образно скажу, у меня 73 квадрата, у меня двухкомнатная квартира, двухкомнатная квартира с прекрасным видом, для меня это было очень важно, чтобы был вид, более того, я еще когда расскажу вам о квартире, будет видео, я ее и покажу немного, вот именно в каком варианте мне сдали квартиру, я обязательно покажу, сниму об этом видео, это будет где-то в конце декабря, Сейчас просто там еще не совсем все готово, ну, она уже построена там, да, но не совсем все готово. Там я уже расскажу именно вид, как я вот это выбирала, как я мучилась, между чем и чем я выбирала, там, конечно, у меня целая история, у меня вот так каждый день были взлеты и падения, то есть я утром радовалась, вечером я плакала, на следующий день я утром радуюсь, утром плачу, вечером я уже радуюсь, вот, в общем, события вот так происходили в плане выбора квартиры, это на самом деле был такой сложный момент, у меня получается, то есть кухня-гостиная огромная, почти 22 квадрата, у меня спальня достаточно большая, получается спальня вторая, вот, и большая прихожая, ну и санузел раздельный вместе с туалетом, вот, в принципе, все достаточно просторно, широко, вот, я вам покажу, все увидите, в общем, радуйтесь, кто меня любит, кто желает мне прям всего хорошего, то можете радоваться, я наконец-таки это сделала, вот, кто меня не любит и кто не рад, то я желаю просто, чтобы у вас все было хорошо на самом деле в жизни, и когда у вас все будет прекрасно и тоже будет получаться, вы тоже сумеете радоваться за других, вот, я надеюсь, что таких на моем канале меньшинство, я знаю, что это есть, это человеческая тема такая, да, поэтому я таким людям просто желаю, чтобы у них все было зашибись, чтобы у них было пространство внутри уметь радоваться за другого, вот, я хочу, чтобы у вас все было хорошо, зеленый свет всем, я удовлетворена сейчас, я спокойна, я теперь жду звонка от застройщиков, когда будут документы, все готовы, нам перед Новым годом должны давать ключи, я купила в том месте, где я хотела, я рада, что, я вообще жила на самом деле в одном из, не в одном из, в самом лучшем ЖК в Ростове-на-Дону, на мой взгляд, не всем подходит этот район, я не буду вдаваться подробностей, да, именно района, там, квартира, там, этажности, в целях безопасности, надеюсь, вы меня понимаете, вот, ну, я просто так образно скажу, что сколько я всего смотрела, кто ко мне приезжал в гости, кто знает, это самый лучший ЖК, именно по комплексу ЖК, я не говорю про территориально, да, потому что кому-то это удобно, кому-то нет, но это самый лучший ЖК-комплекс в Ростове-на-Дону, самый зачетный, по инфраструктуре, по облагораживанию, то есть у нас тут все очень вообще четко, да, а я взяла в другом ЖК-комплексе квартиру, и на мой взгляд, этот ЖК-комплекс будет номер один, то есть он будет лучше того, где я живу, вот, возможно, не во всех каких-то сферах мы посмотрим, но на мой взгляд, это именно такое место, где бы я хотела жить, и он будет номер один, и это моя, это мой район, это моя территория, да, вот, Сельмаш-Александровка, да, вы знаете уже мой район, Сельмаш-Александровка, я где-то на Распутии, поэтому я вообще считаю, что это центр, вот Сельмаш, я считаю, это самый центр, что ни на есть, потому что в любую сторону можно поехать, но вообще Сельмаш считается старый такой район, да, не новый, у нас, допустим, Северный, больше новые, и вот Северный такой большой, напоминает мне прям Москву, широкие дороги, очень много новостроек, там тоже классные ЖК, но вот такие вот комплексы большие именно, в которых всё-всё-всё, таких немного, вот Суворовский, но Суворовский находится очень далеко, да, есть ещё какие-то ЖК, которые вот где-то на окраинах находятся, ну, может быть, кто там живёт, им достаточно удобно куда-то близко ездить, да, но от моего района, именно где мне, да, Сельмаш-Александровка, это, конечно, не очень удобно, поэтому для меня все условия сошлись, именно то место, всё супер-пупер, вот, так что в конце декабря ждите видео, я покажу рум-тур именно по тому, как нам сдали, как выглядит расположение, расскажу о своих планах, что где мы собираемся сделать, может, у вас какие-то будут идеи даже, подскажете, поможете мне, именно внутри, как всё устроить, ну, всё-всё-всё, и итог мой такой, что, блин, у меня столько страхов было по поводу ипотеки, от того, что её невозможно взять, до того, что не хочется брать на себя такую большую ответственность, в Европе, вообще, за границей, конечно, у них совершенно другие проценты, да, там, не страшно и так далее, всё очень, мне кажется, короче, это вообще не страшно, это вообще не страшно, это очень реально, вот, и даже с первым взносом, да, я там собирала долго, у меня была квартира ещё, и я её продала, было бы сложнее, конечно, мне насобирать такую сумму, которую я там насобирала, да, но благодаря тому, что когда-то я определённую сумму вложила на квартиру, да, я её продала, добавила ещё, и получается, что внесла этот первый взнос, но сейчас молодым семьям, на самом деле, ну, есть разные дороги, вот, недавно, например, я узнала, что дают молодым семьям, вот, кто не знает, дают сертификаты жилижные, вот, единственное, что там должны быть, конечно, определённые условия, нужно побегать, пособирать справки, то есть у вас не должно быть имущества никакого, кстати, ещё момент хотела узнать по поводу имущества, то есть там не должно быть ничего в собственности, ну, то есть жилого, да, чего-то в собственности, а мне интересно, если в собственности у вас два квадрата или три квадрата, это же по нормам не подходит, мне кажется, что такое тоже должно подходить, то есть они должны понимать, сколько у вас в собственности, Если у вас там три квадрата на всю семью, мне кажется, что тоже эти люди должны рассчитывать на сертификат государственный. Плюс семья может быть неполная даже обратиться за этим сертификатом. Ну, короче, условия там такие, я вот узнавала, что у вас не должно быть имущества в собственности именно жилого, что у вас там справки с работы будут какие-то, что вы реально нуждаетесь. И еще по нормативам, то есть вы должны зарегистрированы быть в условиях, которые по нормам не подходят. И сдаете там документы, которые они там все скажут, по здоровью еще что-то там, еще кто-то, составы семьи, все такое. Вот, и стоите. Ну, знакомые, вот есть у меня знакомые знакомых, говорят, что они уже пять лет стоят. Я не знаю. Расскажите кто-то, кто знает про вот эти сертификаты, кто стоит, кто, может, кто-то какие-то справки знает. Я читала все это дело, ну, вот на деле интересно, как оно, да. Кто стоит, кто получил сертификат. Если вы стоите, то как долго, мне кажется, будет очень многим полезно узнать. Плюс за второго ребенка дают 453 тысячи, да, где-то вот на сегодняшний день 453 тысячи. И это тоже можно в счет первого взноса, например, сделать. Особенно если вы официально работаете, даже если у вас небольшая зарплата, да, то есть одно дело отчисление НДФЛ проверяет банк, другое дело с ваших слов еще записывается, что у вас есть дополнительный доход, там, то-то, то-то, например, да. Главное, чтобы вы свои силы рассчитывали, да. А то, что вы скажете в банк, как бы, да, то часть подтверждаете, остальную часть могут записать с ваших слов именно доход. Как бы, мне кажется, что варианты есть, и вообще нужно верить в себя, верить в свои силы, нужно работать, не покладая рук, идти вперед, в общем, к своим мечте, к своим целям. И вы обязательно всего добьетесь. Главное не упускать вот эту уверенность, стараться вдохновляться всем этим делом, да, и просто как паровоз переть, думая о себе, о своих близких. Все, я вас люблю и целую, прощаюсь до следующего видео. Жду ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok